Нужная победа. Приятно, конечно, выигрывать. Перед этой игрой не очень хороший психологический фон был, ряд неудач. Было перед этим, поэтому вдвойне приятно, что победили дома, вдвойне приятно, что наконец-таки забили. Как ни крути, но психология тоже такая вещь, она сказывается на наших действиях. Где-то присутствует волнение, но сегодня, наверное, главный результат. И я считаю, при неплохой игре, где были моменты для того, чтобы счет был в нашу пользу больше, ну, три очка сегодня это очень важно, нужно, очень нужная победа над непростым соперником. Важные три очка мы сегодня положили к себе в копилку. Спасибо вам, подправился. Конечно, и можно поздравить и тренерские штабы, и болельщиков. Я с вами согласен, присоединяюсь, и болельщики молодцы, здорово поддерживали, и все, кто причастен, и футболисты в первую очередь. Ну, что касается все-таки содержания игры, то от большого желания победить все-таки чувствовалось какое-то немного сумму. Присутствует психологическое давление, где-то, может, даже большое желание мешает показать все свои лучшие качества на футбольном поле футболистов, поэтому их тоже можно понять. В ней живые люди переживают, хочется победить, и тут, может, где-то не получается даже большого желания. И чем это вот вызвано? Это что в стартовом составе нападающих, ну, ни Макося не было, ни, как говорится, ветеранов. Ну, мы решили стартовый состав выбрать сегодня таким образом. Паша Ситькова приехал со сборной, в тренировочном процессе смотрели, у кого-то микроповреждения есть, поэтому из всего этого и складывалась эта общая картинка. Спасибо. Владимир Владимирович, добрый вечер. Колливас, вы можете дать нейтральную знаку? Я считаю, сегодня в исполнении Гомеля была выигрышная игра. Было игровое и территориальное преимущество. Моментов в Голливуде было больше ворот соперника, чем ворот Гомеля. Ну, и, вероятно, я повторюсь, в питании, вот все ж таки, ну, добрый, ну, допустим, ну, добрый упал у первого тайма, натурально, вот, как бы, на поле отбывалось 7-7, вот, как бы, вы это связываете, в первую очередь, с чем? Я это связываю с тем, что Витебску очень нужны очки, команда в непростой ситуации, довольно закрыто играет, в прошлом туре отобрали они очки у Баты, поэтому серьезно готовились к ней и понимали, что нам просто не будет. И довольно квалифицированная, сильная команда, которая в такой ситуации сейчас находится, что цепляется за каждую возможность выбраться из турнирной таблицы повыше мы это учитывали. Мы понимали, что простой игры не будет, в общем-то, так и получилось. Учитывая состояние газона, хотелось бы поблагодарить работников, которые подготовили, но все-таки, учитывая дожди, учитывая пару года, поле было висковатое и не всегда получалось то, что задумывали.